Здравствуйте! В студии Ксения Бриллиантова. В эфире новости на ОТВ Серпухов. Почти 9,5 тысяч обращений от граждан поступило в Серпуховскую администрацию в этом году. Далее по программе Московской области в Серпухове будут ремонтировать подъезды. Услуги доступа к интернету в каждом доме должны обеспечивать не менее 2-3 провайдеров. Как сообщили на еженедельной оперативке, с января по конец ноября этого года в Серпуховскую администрацию поступило почти 9,5 тысяч обращений от жителей. Ветерану Великой Отечественной войны Серпуховичке Нине Николаевне Титовой исполнилось 93 года. И по сей день она радушная хозяйка. Рассказывает, что собирается печь пироги. Благо теперь новая духовка позволяет. Год назад кухонная плита у Нины Николаевны пришла в негодность. После обращения в администрацию старое оборудование в кратчайшие сроки заменили на новое. По сей день жаловаться на плиту не приходилось. И буквально 3-4 дня все это было сделано. Очень благодарны. Я даже не знаю, потому что я сколько раз вызывала газовые, эти вот ручки не вертелись, ничего. Ну, все в порядке сейчас. А это Марина Корешкова, старшая по дому номер 14 на проезде Мишина. Она обратилась в администрацию и лично к Серпуховскому главе совсем недавно. Управляющая компания, которая обслуживает их многоэтажку, решила сложить свои полномочия и в зиму, то есть в самый горячий для обслуживания период, от дома отказаться. В спорный момент оперативно уладили, разъяснив права и обязанности сторон. На наше письмо, конечно, он отреагировал очень быстро. И решено было, что управляющая компания не имеет права от нас отказываться. И мы, жители дома, хотим выразить свою огромную благодарность непосредственно главе города. Подобные истории формируют потом годовую статистику обращений. Горожане рассказывают о своих проблемах на личных приемах у городского главы. Обращаются в МФЦ. 43% серпуховичей разместили свои просьбы через портал Добродел. Проект, который находится на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Основные вопросы, как в 2015 году, касались землепользования 2204, строительства 813, коммунального и дорожного хозяйства 1386, а также жилищные вопросы 216. Как отмечается в докладе, число обращений от жителей по сравнению с прошлым годом увеличилось. Разрешенных вопросов, соответственно, тоже стало значительно больше. Все это говорит о возросшем доверии населения к местной власти. Чтобы подъезд хотелось называть парадный на манер петербуржцев, его вид должен быть соответствующим. В будущем году по программе Московской области в Серпухове планируют отремонтировать три с половиной сотни подъездов многоквартирных домов. Обновлять будут входные группы, окна, полы, стены и потолки. Замене подлежит также освещение и составляющие детали мусоропроводов. Программа по большей части финансируется подмосковным правительством, органами местного самоуправления, управляющими компаниями. И на 5% за счет средств жителей. Их взнос будет единовременным. Субсидии из областного бюджета выделяются на основании коллективных решений собственников квартир и Совета депутатов. Надо сказать, что в этом году программу по ремонту подъездов в пилотном режиме реализовали в Домодедове, Орехово-Зуеве, Химках, Железнодорожном, Истринском и Люберецком районах. Опыт рассмотрен. И на 2017-2018 год предусмотрен на ремонт подъезда, в частности, по городскому округу в Сербах, 732 подъезда. Из них в следующем году намерены отремонтировать 361 подъезд. В феврале пройдут собрания жителей. И уже после получения их согласия работы будут осмечиваться. По поручению губернатора региона, в каждом многоквартирном доме услуги доступа к интернету должны обеспечивать не менее двух-трех провайдеров, чтобы каждый житель мог выбрать наиболее подходящего оператора связи. Как ситуация обстоит в Серпухове, рассказали на оперативном совещании с главой. На территории городского округа работают 16 компаний-провайдеров. NetbyNet и FreeAlcom и другие. На сегодняшний день 100% многоквартирных домов получают услуги интернет-связи. При этом поручение губернатора Андрея Воробьева выполнено в полном объеме. 592 многоквартирных дома пользуются услугами двух провайдеров, что составляет 47%. 325 многоквартирных дома тремя провайдерами обслуживаются, что составляет 26%. В 197 многоквартирных домах имеется 4 провайдера. Это 15,7%. Есть и такие дома, куда завели свои кабели 5, 6 и даже 7 провайдеров. Правда, по мнению управляющих компаний, не все поставщики услуг связи действуют без нарушений. Нарекания касаются крепления сетей к инженерным коммуникациям домов, хаотичного распределения кабелей, отсутствия на них маркировки и прочих подобных моментов. Разногласия между обеими сторонами помогут решить совместные рекомендации ГЖИ и Мингосуправления и дополнение к ним. Для наиболее эффективного взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих организаций профильные ведомства предлагают подавать обращения о размещении средств связи и линейно-кабельных сооружений в домах через МФЦ. И этот вопрос пока прорабатывается. Несколько тысяч учащихся приняли участие в добровольном социально-психологическом тестировании. По итогам некоторым школьникам предложили пройти медицинский осмотр тестирования. Конечно, согласие родителей. Эти мероприятия идут и сейчас. Цель – формирование здорового образа жизни и профилактика употребления психоактивных веществ. Об этом говорили на антинаркотической комиссии. На ней же обсудили итоги профилактики наркомании среди молодежи. Лучше упредить, чем потом пожинать горькие плоды. Так считают и педагоги, и родители, которые согласились на то, чтобы их дети прошли медицинский осмотр тестирования на предмет раннего выявления употребления психотропных веществ и наркотиков. Это не значит, что мама и папа поголовно не доверяют своим чадам. Но возраст 13-18 лет опасен в социальном плане. Слишком много вокруг соблазнов для неокрепшей психики. Именно в эти годы повышено стремление к рискованному поведению, поиску новых впечатлений в зависимости от группы сверстников. Лучше перестраховаться. Благодаря работе профилактической, которую мы проводили совместно с наркологическим диспансером, с комиссией по делам несовершеннолетних, с другими участниками межведомственного взаимодействия по профилактике, была проведена разъяснительная работа, дополнительные родительские собрания. И по факту данной работы, 1138 родителей или детей дали согласие на проведение медицинского тестирования. Медтестированию предшествовало тестирование социально-психологическое. Оно направлено на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотиков. Старшеклассники выполняли полную версию методики, а учащиеся средних классов – адаптированную и сокращенную, с учетом этических ограничений и возрастных возможностей. Данная методика представляет собой набор психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности или склонности к проявлению отдельных форм отклоняющегося поведения, в том числе к употреблению психоактивных веществ. Тесты – дело сугубо добровольное и регламентируются документами Министерства образования. Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. На данный момент медицинское тестирование прошли 709 человек. Также оно продолжается… Закончится медтестирование в последних числах декабря. В преддверии Нового года и Рождества в Серпухове состоятся много массовых мероприятий, подготовленных сотрудниками учреждений культуры, спорта и общественными организациями. Самые значимые проанонсировала на городском совещании начальник управления культуры Елена Котова. В преддверии новогодних праздников и на каникулах скучать серпуховичам не придется. Надо только выбрать для себя интересные мероприятия. Кукольные, пластилиновые и рисованные герои отечественной мультипликации встретят серпуховичей в музейно-выставочном центре. Сотрудники учреждения культуры подготовили для своих гостей программу «Елка в МВЦ в стране-мультипульте». Шахматы становятся все более популярны и в стране, и в Серпухове. Рождественские блиц-турниры по этому интеллектуальному виду спорта пройдут в последние дни уходящего года в городском шахматном клубе. А уже в новом году с 3 по 6 января в шестой школе состоится 12-й рождественский фестиваль среди юношей и девушек. Новогодний спортивный праздник состоится и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» 27 декабря. На следующий день эстафету спортивных мероприятий подхватит комплекс «Русский медведь». А вот на стадионе «Спартак» 28 числа организуют «Веселую лыжню». Новогоднюю сказку в этом году можно выбрать на любой вкус. Во Дворце творчества детей и молодежи покажут «Щелкунчика». В Гуртеатре новогоднее представление «Жили-были дед да баба». В ДК «Россия» сказку «Огонь, вода и медные трубы». В ДК «Исток» для малышей артисты театра «Зазеркалья» организуют новогодние забавы. А в каникулы ребят ждет интермедиа у новогодней елки и спектакль «Аладдин». Благотворительные елки главы состоятся 28 декабря и 6 января в ДК «Россия» и Гуртеатре. Праздник выйдет на улицу. В парке «Питомник» 25 декабря в 3 часа дня пройдет развлекательная программа для всей семьи «Горит огнями елка». А в «Сквере со львами» анимационная новогодняя программа состоится 27 декабря. Жизнь продолжится и после Нового года. 3 января в парке Олега Степанова пройдет интерактивная детская программа для детей «Зимняя карусель». А на стадионе «Спартак» состоится бал «Маскарад» и спортивно-развлекательные игры среди спортсменов клуба равной возможности. На площади Владимира Храброго анимационная новогодняя программа пройдет 4 числа в 3 часа дня. На стадионе «Труд» 5 января состоится новогодний праздник на льду, а в «Питомнике» будет организована танцевально-развлекательная программа для детей и взрослых «Новогодний калейдоскоп». Праздничных мероприятий так много, что рассказать о каждом из них за один раз не удастся. Полную информацию по всем мероприятиям можно найти на официальном сайте администрации Серпухова. 17 декабря в город Пушкино съехали сильнейшие лифтеры региона. Областная федерация пауэрлифтинга проводила отборный чемпионат России. Спортсмены выходили на помост для последовательного выполнения трех упражнений – приседаний, жима штанги лежа и становой тяги. Серпухович Михаил Андрюхин завоевал первое место. В первом упражнении он показал результат в 230 килограммов, в жиме лежа – 127,5 килограммов и в тяге – 250 килограммов. Андрюхин стал безусловным лидером по региону, оказался вторым по абсолютному зачету среди мужчин всех весовых категорий. Чемпионаты страны и мира по классическому пауэрлифтингу пройдут в городе Кстово Нижегородской области и столице Белоруссии. 22 декабря после вечерних новостей состоится прямой эфир с руководителем салона цветов «Марго» дизайнером-флористом Маргаритой Шибневой. Тема предпраздничного разговора – новогодняя флористика. Готовьте свои вопросы. И на сегодня это все. Наши новости вы можете посмотреть на сайте ОТВ Серпухов и на официальном сайте администрации города. Ваших сообщений мы ждем по телефону 128-101 и 128-151. С вами была Ксения Бриллиантова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин